Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. День Святого Валентина Ермак с Зеленским отпраздновать так и не смогли. Потому что у нас не получилось. Мы давно пробовали, изо всех сил старались. Праздновать День Влюбленных не выходит. Потому что мы настолько самовлюбленные, что у нас не получилось отпраздновать День Влюбленных. Вообще надо новый государственный праздник. Имени квартала 95. День Святого Зелентина. У нас вокруг такие самовлюбленные хари, что мы не можем любить никого кроме себя. И попытка праздновать День Влюбленных была изначально обречена на провал. Потому что я настолько люблю себя, любимого. А Андрюха Ермак себя и далее по тексту. Да, до последней Рахамии. На каждый татаров занюханный, да, без угла и тищенка, просто кроме себя любить не могут никого. Поэтому надо новый праздник, да. День Зеленых Самовлюбленных. Самое идиотское, это то, что Зеленский пытается, будучи абсолютным профаном в военных делах, командовать войсками. То есть он уволил Залужного. При абсолютном недовольстве и наших союзников, и всего украинского общества Зеленскому захотелось себе побед навешать на имидж. Вот ему очень захотелось вот это вот идиотское желание власти, не имея на это никаких навыков, реализовать. В солдатики поиграться захотелось мальчику. Смотрите, то, что он откосил от армии, то, что он близко не стоял и, в отличие от нас, с вами в армии не служил, это бы, ну, как бы не было такой страшной бедой, если бы он просто доверил профессионалам. Потому что Залужный абсолютно четко и правильно в своих редких, ну, на там пальцах одной руки можно пересчитать интервью и выступлениях очень четко обозначил проблемы, как профессионал. С ним полностью во всем согласились союзники. Ни один профессионал, ни один уважаемый человек в обществе, ну, и среди специалистов в военном деле не стал спорить за Лужным. Просто Зеленскому нужны те, кто с ним не спорит вообще. Все, как в 95-м квартале. Вы, кстати, день рождения Коломойского недавно прошел. Вы помните, как вся эта халуятина, все эти пекаловы, кашевые и остальные, кто на подсосе у Коломойского были. Помните, как они его поздравляли с днем рождения? Есть это видео, ходит в сети. Они христорадничали, унижались, лебезили перед шефом, вылизывали все, что торчит наружу вместе с Зеленским. Лизоблюды Коломойского это закомплексованные, необразованные ничтожества, которые захотели, ну, в лице Зеленского, покомандовать армией. А обратили внимание, что Зеленский окружает себя теми и системно это делает. Кто не стоял на Майдане, кто не выходил на Майдан, кто не боролся против Януковича, он окружает себя теми и ставит командовать, кто преследовал Майдан. Кто Майдан гнобил. Вот тех, кто своими командами давал приказы уничтожать Майдан, преследовать и бить безвинных людей. Эти люди единственные, кто могут не возражать Зеленскому. Потому что Зеленский это системный давний враг Украины. Он всю свою жизнь в квартале посвятил тому, что унижал все украинское. Он высмеивал все украинское. И поэтому он убрал Залужного, потому что не в последнюю очередь, ну, а может быть, даже и в первую, благодаря Залужному 24 февраля 22 года украинская армия дала отпор агрессору. И не только армия, потому что добровольцы и выходцы Майдана, те люди, кого породил Майдан в Украине, они не ожидая команды с Банковой, не ожидая команды этой квартальной шоблы, сами пошли бить врага. И Зеленский на них обиделся. У них был какой-то другой сценарий. Они как-то иначе себе представляли развитие события, когда, вопреки всем предупреждениям наших западных союзников, они требовали не давать деньги армии, убирать войска с пути наступления агрессора. Они своими дурацкими призывами ждать шашлыков обрекли на погибель сотни тысяч украинцев, за что им придется ответить. И прекрасно понимая, что Залужный именно поэтому такой авторитет в украинском обществе, что он, вопреки идиотским приказам Зеленского, вопреки тому, что ему в уши вложили предатели, которых Зеленский поназначал на должности, вопреки этому всему, посовещавшись с нашими западными союзниками, Залужный предотвратил ту трагедию, которая бы произошла, если бы он слушал Зеленского, если бы он хотел понравиться Зеленскому. Ведь управлять войсками должен тот, кто умеет это делать, знает, как это делать. И Боже сохрани, чтобы человек и люди, которые управляют армией, хотели понравиться этому квартальному убожеству. Это убожество поперлось в турне, дурне поехало в турне, по европейским странам, где его никто не хочет видеть. Он уже в Вильнюсе показал, что Зеленский – это брехливая истеричка. Он истерил, топал ножкой, устраивал скандалы. И в Америке то же самое. Потому что этот лгун циничный Зеленский пообещал, что он обязательно руководит счетной палатой, назначит честного человека, правильного, который будет проводить аудит. А поставил кого? Подругу своей жены, которая является управляющим его виллы на Средиземном море. То есть Зеля всю жизнь скирдовал бабло, не платя налоги. Он не платил налоги с заработанного, покупал себе недвижимость в Америке, в Великобритании, в Крыму, на Средиземном море, в Батуми, в Киеве. Он накупил, не заплатив за это ни копейки налогов, на левые деньги кешам, кучу ништяков, недвижимости и всякой красоты. И теперь он учит нас жить. Теперь он тявкает, как моська, на украинского генерала Залужного. Обратите внимание, насколько мудрым, взвешенным, справедливым и честным человеком в глазах всего мира, да и, собственно, нашего народа, выглядит Залужный по сравнению с этим хрипатым недоразумением. И поэтому как бы для квартала День Святого Зелентина, да это просто день предателя. Я категорически убежден, что мы добьемся того, что в Украину вернутся те конституционные права украинских граждан, которые растоптал Зеленский. Мы вернем себе и свободу слова, и верховенство права, и политическую конкуренцию вместо идиотского монобольшинства. Но наша задача, друзья, обязательно распространять правдивую информацию, потому что свободу слова у нас украли, и наша миссия компенсировать эту кражу нашей с вами активностью. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, комментарии, распространяйте в соцсетях, а победа будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не заршавеет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!